Здравствуйте, зрители канала Кавхаз Тазуб. Это новое видео, которое будет посвящено вот этому вот красавчику. Перед тем, как я начну рассказывать более подробно про этот трактор, я хотел бы сказать вообще про что это будет видео и для кого оно посвящено. Это видео будет про трактор, но не в виде какого-то рекомендации трактора, итогов его работы, оценка. Это просто видео экскурсия по трактору. Я расскажу вам все то, что знаю об этом тракторе, покажу как он работает, чтобы у вас было понятие о нем. Почему это важно? Когда мы сами для себя поставили цель приобрести импортный трактор, мы начали звонить всем дилерам, которые работают в нашем субъекте. И само собой никто из них нас не развернул, все нас приняли с распространенными объятиями и сказали, что у нас есть трактор под ваши требования. И когда ты начинаешь все эти трактора смотреть, там в ютубе, дилеров слушать, ты ну толком не понимаешь. У них плюс-минус схожие характеристики. И хочется понять, а какая разница, что вот в этом тракторе есть такого, чего нет в этом. И это уже познается в сравнении. И вот это видео, оно будет вам давать более четкое понятие про этот трактор. Какие-то те моменты интересные, которые есть наружу трактора. Ну и первое, на что надо при внимании, это надежный экстерьер. Покупая такие дорогие трактора, конечно, тут речь идет не только о функциональной, но и о внешнем виде. Но могу странно сказать, когда мы едем на поле на нем, то, конечно, и в поселке, и тем более там в местных деревнях обращают на трактор внимания постоянно. Не очень привычно такую технику видеть в наших краях. У них есть свой дизайн, есть свой цвет, и он очень красивый, он давно у них устоялся. И надо сказать, что он действительно очень симпатичный трактор. Конечно, есть Fendi, есть трактора Deutz-Far, которые, ну, конечно, на мой взгляд, выглядят более симпатичные. Но у них и цена больше, и тяговый паз там уже другой идет. Первое, на что надо при внимании, у нас вот бак, он вынесен в бок, наружу. Очень удобно наливать соляру внутрь, плюс сборка английская, но здесь нету мочевины. Это большой плюс. Далее, у нас тут есть ящик с инструментами. Под инструмент он идет в базе. Вот у нас здесь набор яблок для тракторичной навески. Также хочу обратить внимание вот на это место. Значит, здесь у нас заливается масло. Выкручиваем крышку, и это же щуп для проверки уровня масла. Это отстойник для воды. Далее, крылья. Крылья у нас непростые. Они у нас, во-первых, регулируются по расстоянию и по высоте. Помимо всего прочего, допустим, кто работает на НТЗ-21, знает, что на двенашках вот здесь полностью идет металлический корпус носа. И крыло, оно, поворачиваясь, постоянно задевает вот этот корпус, и оно и само гнется, ломается, и просто стирает краску с трактора. То есть, ну, вот так вот придумано, и никто ничего не делает. Вот в этом тракторе предусмотрена система вот такого захвата. То есть, крыло идет вместе с колесом, но если оно приближается слишком близко к корпусу, то крыло остается на месте, а колесо двигается дальше. Это сделано для того, чтобы колесо, соответственно, не портило покрытие трактора. Далее у нас фронтовая часть. За что здесь надо обратить внимание? Оптика. Оптика у нас идет полный стандарт. Значит, здесь это основная оптика, она также может устанавливаться светодиодная. И фары рабочего света наверху, они у нас регулируются. Также впереди у нас есть грузы. В стандартной базе у нас идет вот 10 кубленов по 45 килограммов. Также здесь еще есть место, то есть, можно довесить, если в этом есть необходимость. Но, как нас заверили, для выполнения работы на этом тракторе этого количества вполне достаточно. То есть, 450 килограмм этого веса. И плюс сама вот эта вот губа, на которую вешается, это до 500 килограмм все раскачивается. Значит, двигатель открывается. Здесь есть специальный вот такой лючок, но его руками никак вы не откройте. То есть, для этого надо взять какой-то инструмент, в моем случае это вот всегда была проволочная. Значит, у нас здесь видно сразу, это десивер-сушитель, это кондиционер. И большой радиатор. Значит, он здесь у нас здесь есть, и в этом месте он у нас раскладывается. Вот есть две такие штучки, они выкручиваются по часовой стрелке просто. Мы их вытаскиваем, и он раскладывается как мишка. То есть, у нас этот радиатор видно, и видно вот этот вот следующий радиатор. И мы можем его обдуть или помыть, там уже, ну, зависит от ситуации, того как надо. Можно сказать отдельно про переднюю ось. Она у нас обслуживаемая. Значит, у нас есть товотница на ядру селителя. Есть товотница на, уже колесо непосредственно, сверху и снизу. Также товотница на вот этот шатун спереди. И также вот здесь, тут вот, сзади. Вот. Рекомендуется достаточно часто обслуживать. Особенно, на деле, нам рекомендовал следить. Именно вот за этим вот шатуном. Потому что, говорят, он может изнашиваться очень быстро, если не проводите своевременное обслуживание в сезон. Ну, собственно говоря, примерно около каждых десяти моточасов. А то и раньше это не сложно. То есть, это буквально две минуты занимает. Это даже меньше прошпрессовать это место. Да и вообще, в принципе, передний мост для аккумулятора. Значит, досок к аккумулятору происходит вот таким образом. Ножка поднимается вверх. То есть, вот она вот в этом месте фиксируется вот этим пальцем. Вот, поднимается вверх. И этим же пальцем фиксируется здесь. Вот, все. Она в больное состояние. И вот в этом чехле у нас находится аккумулятор. Вот мы просто поворачиваем эту штуку. Слышим щелчок. Все, мы можем доставать аккумулятор. Ну, и обратно вставляем. Тут все очень просто. Далее у нас есть специальное место здесь для крокодилов, для нас вот, для повышения напряжения в аккумуляторе. Значит, если трогать дорогу на залог, то именно таким образом его надо заводить. Почему это важно? Потому что транспортировка его на сцепке там просто это недопустимо. Так как на нем стоит полуавтоматическая коробка передач. Но, конечно же, если вы застреваете в поле, то транспортировка допустима до трала, который стоит на дороге. Потому что трал само собой туда не доедет. Для этого надо перевести все рычаги, особенно реверсное переключение в нейтральное положение. И тогда уже начать его транспортировку. Главная труба у нас в защитном чехле. Когда он приедет, я прошу обращать внимание на то, как он закреплен. В нашем случае он был не очень хорошо закреплен. Вот здесь вот есть жгут, который его прижимает. Я его прижал, развернул и все было нормально. Потому что изначально он бился об фару, он бился об ручку. Но, слава богу, вот этот вопрос решили. И также, только что недавно я говорил по поводу его транспортировки, что она допустима только не на больших расстояниях с поля. Причем, кстати, рекомендуется задним ходом. Но еще докучая. При транспортировке уже на трале, надо учитывать, что здесь установлен трубокомпенсатор. Когда вы заводите трактор, он должен хотя бы тысячу оборотов поработать на холосом ходу. Ну, в течение минуты, для того, чтобы он смазался. Потому что там нету точки смазки, он смазывался во время работы. Но, когда вы будете транспортировать трактор на трале, то в выхлопную трубу будет задувать воздух. Его будет попадать как раз и крутить этот трубокомпенсатор. Поэтому, если вы будете транспортировку производить, либо надо развернуть выхлопную трубу в обратную сторону, либо более простой вариант, это просто закрыть ее. Чем-то таким-то пакетом попадать и привязать? Чтобы в трубу не попадал воздух отрава, который будет быстро ехать. Давайте теперь расскажем про заднюю часть трактора. Значит, здесь есть два пара освещения. Соответственно, опционально можно стоить еще по бокам освещение. Тоже они настраивали под фонарями. У нас тут, не знаю, видно, не видно, стоят. Титры, которые входят в кабину. Творник, есть омывайка. Что касается, кстати, омывайки, то вот она заливается здесь позади. И она заливается и на передние стекла, и для задних. То есть, ну, один бачок на передние, на задние стекла. Кабариты, само собой. Здесь у нас на крыле есть прокрутка вома шлицов. Ну, допустим, мы подгоняем какой-то аппарат. Подъем и опускание двухточечной навески. Если кто-то вас будет настраивать снаружи, когда вы будете подъезжать на тракторе в эту двухточечную навеску, то помните то, что тот, кто настраивает снаружи, он будет в приоритете. То есть, вы наверху поднять или опустить там не сможете. С обратной стороны все то же самое имеется. Далее, розетка имеется вот такая. Еще есть розетка вот такая. Теперь по гидровыходам. Значит, у нас три пары гидровыходов. Опционально можно установить четыре пары гидровыходов. У нас здесь имеется на каждый гидровыход вот такой вот, сейчас приберусь, регулятор. Регулятор расхода гидровыходов, соответственно, мы можем уменьшить или увеличить. То есть, это полезно. Допустим, если вы работаете, как мы, на картофелюборочном комбайне, то там есть некоторые транспортеры, которые приводятся в движение при помощи гидравлики. Для того, чтобы уменьшить травмируют картофель, мы понимаем, что земля мягкая, идет все хорошо. Мы можем уменьшить поступление этой жидкости гидравлической, соответственно, уменьшить скорость движения транспортера. Конечно, они и на комбайне настраиваются, но в целом, в общем, в любом случае, применение такая вещь может найти. Далее у нас здесь есть два настраиваемых стопора. Вот они. Они идут у нас на две пары гидравыходов, соответственно. Про них я выложу сейчас вот отдельную, скорее всего, информацию, чтобы вы могли понять, за что отвечать. Каждый же у нас здесь раз, два, три, четыре, пять, и вот в латинице они написаны. Это режим работы. Вот тут вот есть вот такая вот стрелочка. Соответственно, они должны обязательно цифра 1 и стрелочка совпадать для того, чтобы все работало в нормальном режиме. Для чего они нужны? Они накладывают либо какие-то ограничения, либо какие-то дополнения к гидравыходам. Ну, допустим, в первом положении у нас нет никаких ограничений. У нас есть подъем, есть нейтралка, есть опускание, есть плавающее. Вот. В некоторых других режимах у нас, допустим, убирается положение опускания принудительно. Допустим, если вы работаете с гидравлическим цилиндром одностороннего действия, то мы знаем, что гидравлический цилиндр одностороннего действия необходимо опускать только на плавающем. И, соответственно, мы сразу же убираем возможность его принудительного опускания. И у нас остается только нейтралка с, возможно, автоматическим азортом в нейтральном положении. То есть, ну, это надо искать применение вот этих функций. Гидравлическая жидкость, значит, оставляется очень просто. Мы поднимаем ее и вставляем сюда вот на быстросъемы. Просто сильно вставляем туда. Оп. А для того, чтобы вытащить, надо резко вдавить гидравлический укат внутрь и вытащить на себя. Также у нас тут есть слив. И из каждого гидравыхода они идут маслом в эту трубочку, по трубок. И он попадает вот в эту вот конечку, с которой потом можно слить эту жидкость. Значит, вом. Вом в защитном чехле. Помимо всего прочего, он там установлен вот такой вот шестишлицевой. Снимается вот эта шпонка и меняются на другие шлицы, если вам, ну, у вас с этим есть необходимость. Далее у нас жесткая сцепка. Ну, опционально она может идти вот здесь вот с лифтом. Вот. Для регулировки. Значит, сама-то точно нарезка она у нас регулируется. Вот. Это пазы для регулировки. Соответственно, вот тяга по длине. Она вот так вот оттаскивается, палится и тоже регулируется. Здесь у нас вот такие вот фиксаторы. Поднимаем их чуть выше и он легко крутится. Точно так же и здесь. Вот. Он стоит вот в таком стопоре. Это трассное положение. Бояться не надо. Везде никуда он не выскочит. Вот. Мы поднимаем его. И у нас есть здесь вот такой вот стопор. Опять же, он регулируется. То точно нарезка она регулируется, как вам надо. Влево, вправо. Просто как вы отрегулировали, вы его вот таким вот методом заживаете, чтобы она никуда из вашей регулировки не ушла. Опять же, точка для шприцевания. И вот легко ставится обратно на место. А так же тут есть у нас два датчика. Вот раз датчик. И два датчика. Это датчики чувствительности трехточной навески. Вот. Она настраивается из кабины, но если этого недостаточно, то она так же настраивается и вот в этом месте. Вот. Тут вот шестикрайник. Вот. И он настраивается. Настраивается. Вот. А к реке вот так вот поднимается вверх фиксируется и можно вставлять яблоки соответствующего размера под соответствующее оборудование. В принципе, по тактечной навеске почти все. Вот здесь вот у нас так же есть уровень гидромасла в трансмиссии. Она заливается вот здесь вот. Но сразу же обращая внимание, допустим, есть финские вальтеры, в которых это отдельно баг для гидравлики. То есть здесь это баг для гидравлики от трансмиссии один и тот же. Поэтому надо быть очень внимательным к чему включаете трактор, потому что это попадет в трансмиссию. Соответственно, ну, ничего в этом хорошего нет.